Сегодня в Крокус-Экспо начала свою работу выставка InfoSecurity Russia 2015. Каждый год выставка привлекает внимание всех участников рынка информационной безопасности от студентов до регуляторов отрасли. Как и всегда, выставка будет ждать своих посетителей три дня с 23 по 25 сентября. Но пока еще только первый день и все только начинается. И сегодня команда БИС-ТВ и я, Тамара Никифорова, попробуем отыскать среди десятков стендов и докладов сотен участников и всевозможных технологичных новинок три основных причины, почему стоит посетить InfoSecurity Russia в последующие дни. Итак, приступим! Куда ни взгляни, всюду стенды крупнейших российских и западных вендоров и интеграторов решений безопасности информационных систем. Соперники и конкуренты в бизнесе, сегодня они дружелюбные соседи, которые соревнуются в гостеприимстве и оригинальности своих стендов. Эта выставка единственная в своем роде по информационной безопасности таких крупных и вообще выставок в России, в общем-то, и не найти. Тем более еще и в Москве поблизости к ДОК. Здесь мы демонстрируем наши продукции. Вот, например, демо-зона Solar Dazor. На той неделе мы представили новую версию DLP-системы с новым интерфейсом нового поколения, с быстрым поиском, расширенным аналитическим функционалом. В этом году мы на своем стенде демонстрируем новые продукты, делаем такие вот серьезно-шуточные стенды. То есть вот эта часть стенда у нас серьезная. Это демонстрация наших продуктов для именно защиты информации в индустриальных системах. И к ней прилагается шуточная часть, модель топливного склада, которая разливает, а не топливо, а вполне себе конкретные напитки. Я посетил эту выставку, поскольку занимаюсь сетевой информационной безопасностью в аэропорту Шереметьево. И, скажем так, выставка профильная, много интересных стендов, в том числе с компаниями, с которыми мы работаем. Я учусь в ВУЗе на специальности информационной безопасности, это непосредственно. То есть относится к моей учебе, мне интересно изучить все новинки, которые здесь представляются. Как тесно! Ажиотация на конференции, где выступают люди, то есть в презентационных залах огромная. Там в коридоре люди стоят, заглядывают, смотрят, все забито. В принципе, первый день. Глупо сюда не прийти, особенно если ни у кого-то нет стенда. Хотя бы просто пообщаться, тут много заказчиков, много людей, можно увидеть что-то новое. Я, собственно, обучаюсь на информационной безопасности, уже второй год сюда приезжаю. Очень интересно посмотреть на специалистов нашей области, понять, куда дальнейше можно двигаться, какие актуальные аспекты есть в нашей дальнейшей работе. Хочется стать первоклассным специалистом. Давно уже не секрет, что Инфосекьюрити Раша – это не только выставка, но и мощная конференционная часть. Основными темами этого года стали вопросы импортозамещения, новые угрозы, таргетированные атаки, а также защита индустриальных предприятий. И, конечно же, с участием лучших экспертов отрасля. Большой интерес к выставке проявляют представители ритейла, мобильных операторов и, конечно же, банков. Любое предприятие, где от информационных технологий до денег всего один шаг, всегда находится в высокой зоне риска информационных атак. Особенно верно это для кредитных финансовых учреждений. Поэтому в деловой программе доклады о борьбе с мошенничеством в области электронных платежей, ДБО, а также круглый стол о деятельности Финсерт. Представители Центробанка, ФСБ, Минкомсвязи и российских банков обсудят первые итоги работы оперативного центра по борьбе с киберпреступлениями в банковской сфере. Причина номер раз – это единственная отраслевая выставка по ИБ в России, где можно посмотреть все новинки ведущих российских и зарубежных производителей. Причина номер два – это очень динамичное, насыщенное деловое мероприятие, где нон-стопом идет несколько потоков конференций по различным тематикам, как для гос, так и для коммерческого сектора. И причина номер три – здесь все, весь рынок, можно пообщаться с своими коллегами, решить все рабочие дела, неформальные дела, здесь весело, и нам нравится атмосфера праздника, которую нам удалось создать. Несмотря на некую сложную ситуацию на рынке, люди пришли, люди зарегистрировались, мы ожидаем примерно таких же результатов, как в прошлом году, вот, где-то 6,5 тысяч человек. Что ж, интересная деловая часть, представительная публика и возможность за один день познакомиться с лучшими решениями по информационной безопасности – это ли не повод, чтобы посетить InfoSecurity Russia 2015? Решать вам? Ну а мы завершаем наш репортаж с выставки InfoSecurity Russia 2015. Интервью с самыми интересными участниками мероприятия вы сможете посмотреть на нашем канале BISTV в самое ближайшее время. С вами была команда BISTV и я, Тамара Никифорова. До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...